Всем привет, мои дорогие друзья! Я рада вас видеть на моем канале. Сегодня у меня будет небольшое видео, потому что на обзоре у меня сегодня только один аромат. Это новинка и это новый бренд, который появился эксклюзивно на сайте Рандеву. Бренд называется Анхелин, и я думаю, что вы уже видели. И вот знаете, я сейчас говорю новый бренд и понимаю, что по факту, да, бренд новый. Он совсем недавно появился на сайте Рандеву, но получается, что аромат этого бренда попробовало уже просто огромное количество людей, потому что Рандеву очень щедро рассыпали в заказы своим клиентам пробники этого аромата. И огромное количество людей попробовало не один аромат, потому что мне даже вот в моих заказах приходило уже, ну, наверное, ароматов 10, если не больше. То есть я по факту попробовала практически всю коллекцию этих ароматов, что-то приходило повторно. Повторные были пробники, но да, не все и попробовала, но очень много, да, больше половины я попробовала. Что-то мне не понравилось, что-то мне понравилось, что-то, ну, как бы так себе. Но вот один единственный аромат, который мне захотелось у себя иметь. Видите, кстати, я заметила, что блогеры, мои коллеги, у которых у нас схожи вкусы и предпочтения, и ощущения ароматов, тоже выбрали себе черную молекулу. У меня это черная молекула, забыла сказать вам сам аромат. И сейчас вы видите оформление, потому что, знаете, когда мы делились впечатлением, потому что пробники рассылали еще до того, как бренд встал в магазин. И все, конечно же, думали, гадали, а как будут выглядеть флаконы, и сколько они будут стоить. И мы тоже с блогерами это обсуждали. И когда мы увидели, когда они появились в магазине, и мы увидели, как они выглядят, мы такие, вау! Вы только посмотрите на это оформление, друзья. Не каждый, я хочу сказать, нишевый бренд, дорогой нишевый бренд может похвастаться таким шикарнейшим оформлением. То есть вот эта вот шуршалка, эта коробочка, этот мешочек. И сам флакон, он тяжелый, из толстого стекла, магнитная крышка, мягчайшее распыление, хороший пулевизатор. То есть, в принципе, вот я ничего совершенно плохого не могу сказать. Даже если вы посмотрите сзади на этикетку, вот часто плохое качество флакона оформления выдает то, что когда ты вот так посмотришь, там виден прям клей, такие мазки клея у хорошего, оформления у хороших флаконов, достойных, такого нет. И вот здесь вы не найдете клей. То есть вот оформление просто на 5 с плюсом. Что по поводу аромата? Почему именно он? В принципе, про другие ароматы вы, если хотите, можете зайти ко мне в телеграм-канал, посмотреть. Я там писала, какие мне понравились, какие мне не понравились. То есть, что касается черной молекулы, это, конечно, не совсем сезон, не сезонный аромат. Он у меня будет до зимы стоять, скорее всего, потому что он даже не осень, а именно зима. Потому что вот такие теплые, согревающие, слегка алкогольные, сахарные, древесно-пряные ароматы, это больше все-таки зимняя история, когда очень холодно, ты надеваешь вот эти 10 свитеров, шарфы, вот это будет идеально. Но я уже успела, конечно же, в нем походить, у нас были такие холодные деньки, к нам прилетали, и ветреные очень. И хочу сказать, что аромат, вот еще один его большой плюс, он играющий. То есть, в нем есть переливы, в нем есть переходы. И когда парфюм приехал ко мне, прежде всего, я его слышала древесно-пряным. Это очень мягкая древесность, такая убаюкивающая, очень уютная, спокойная, с оттенками корицы и мускатного ореха. И, кстати, когда вот эти две пряности идут вместе с деревяшкой, это всегда очень какой-то умиротворяющий, теплый, обнимающий парфюм. Когда там нет, например, какого-то еще перца или гвоздики, или еще какой-то такой остренькой пряности, вот эти два компонента, корица и мускатный орех, это всегда очень мягко, очень аккуратно, очень спокойно. И вот этот древесно-пряный блок для меня в этом аромате, это самое главное. Это основополагающая, да, такая вот, скажем так, плита, это вот эта красная линия, которая проходит через весь аромат. Также в середине здесь появляется достаточно нарядный цветок, такой заявляющий о себе. То есть не заметить его достаточно сложно, и не заглянув еще в пирамиду, я думала, что, наверное, это тубероза. Но здесь же смит. Обычно это тубероза любит вот так вот с ноги открывать дверь. Ну, то есть это очень нарядный, яркий, заметный цветок, который привносит женственность в аромат, привносит, как я уже сказала, какое-то более выходное настроение, когда вот ты такая нарядная, куда-то, да, собираешься. И в дальнейшем уже, когда я смогла, уже я получила флакон, и я смогла в нем прогуляться, и было очень ветрено-холодно, и я при порыве ветра слышала вишню, неожиданно, абсолютно для себя. До этого, когда только флакон приехал, я не слышала вишню. На пробнике, в пробнике я не слышала вишню. Вот именно когда я в нем пошла гулять, где-то в середине очень красиво начала звучать корейца вишни. Очень часто там, где есть корица, выскакивают вот такие вот вишневые тона, это уже проверено неоднократно на огромном количестве ароматов, поэтому вишни может не быть в пирамиде, но аромат будет пахнуть реально вишню давать. И еще, что здесь я стала слышать, это сахарность. Вот прям как будто крупинки сахара, и на них накапали алкоголя. Нечто похожий момент такой, это ни в коем случае не клон, не похожие ароматы, а вот именно вот этот сахарно-алкогольный момент, горячительный, я слышу в прекрасном аромате Франк Бакле Кашмир. А вот такую древесность, просто чтобы вас ориентировать, древесность мягкую с оттенками корицы и мускатного ореха, я слышу в моем любимом зимнем аромате, одном из, это Каланаки Мёрф. И Тубероза, она как будто вот соединяет два этих компонента, и получается совершенно новый третий парфюм. Я слышала такое мнение, что этот аромат сравнивают с Red Tobacco Мансера. Вообще ни в коем случае не согласна. У меня есть Red Tobacco, у меня были ароматы также в духе Red Tobacco. Для меня здесь нет ничего остренького, ничего шуршащего, шершавого, ничего табачного, ничего такого прям откровенно унисексового. Я бы даже сказала, да, этот парфюм подойдет мужчине, может на него хорошо сесть, но все-таки для меня это такой конкретный перевес в женскую сторону. Все-таки здесь много сладости, много мягкости, все-таки здесь такой яркий цветок женственный, поэтому все-таки этот парфюм, я склоняюсь, что это больше все-таки женская история. Сколько раз я сказала слово все-таки, я не знаю. В общем, производство, что мы знаем об этом бренде? Производство у них Испания. Ценник абсолютно адекватный, и вы всегда можете использовать промокод, который даст скидку дополнительную 10%. Также рандеву сделали Aromabox уже с этим брендом, поэтому если вдруг вы долго там ничего не заказывали, вы пропустили все эти подарочки, то вы можете заказать Aromabox и познакомиться. Вот такой вот у меня получился обзор, обязательно пишите, если вы пробовали ароматы от этого бренда, обязательно пишите, что вам понравилось, что вам не понравилось, вообще, как вы думаете, что вы думаете по поводу этой марки, всегда будет интересно. Спасибо огромное всем за внимание, увидимся в следующих роликах, вся подробная информация в инфобоксике. Пока-пока! Продолжение следует...